Привет, привет, привет! Снова ностальгия меня охватила, и я вспоминаю прекрасные 90-е. Они, с одной стороны, ужасны, если рассматривать их с точки зрения быта и семейной жизни, они были чудовищны. А с точки зрения музыки было очень много хорошего. И вот однажды пришел я в гости к, кому бы вы думали правильно, к Лёше Рацину, про которого я вспоминал, когда говорил о группе Пантера. Лёша меня познакомил с группой Пантера, но мы с ним занимались в ту пору разными электронными зачаточными проектами на зачаточных компьютерах и с помощью даже зачаточного интернета, потому что Лёша один из первых, кто пытался осуществить трансконтинентальное музицирование со своими друзьями из Америки с тем самым ужасным интернетом, который тогда у нас существовал в 90-е. Во второй половине 90-х даже уже. Вот. И познакомил он меня с группой Пантера, пришел я к нему через пару дней. Он мне включает какую-то музыку нечеловеческую совершенно, которая меня ошарашила и в очередной раз приезжала к дивану. Я говорю, Лёша, что это такое? Он говорит, это the future sound of London. Что это такое? Я не знал вообще. Но послушал и мне дико понравилось. И особенно понравилась вот эта пластинка под названием Dead Cities — это 1996 год. Старинная музыка, хоть и электронная. Dead Cities — мертвые города. Очень красивая такая штука, потому что художественному оформлению и всяческого рода дизайну артисты уделяли очень большое внимание в силу того, что начинали они с графических работ разнообразных. Ну, на компьютерах, естественно. Жили они в Манчестере и в какой-то момент, отойдя от графических работ, стали заниматься музыкой. Музыкой электронной. Такой же красивой, как и их компьютерная графика. Что я могу сказать об электронной музыке? Открою вам бездну знаний, бездну информации. Ну, на мой взгляд, в электронной музыке, конечно, невероятное количество хлама. Может быть, больше, чем где бы то ни было. Потому что технологии постоянно развиваются, все время обновляются, что-то в смысле звука, в смысле возможности использования компьютеров, в смысле новых программ и всякого разного другого. И всем, не всем, но большинство людей, которые имеют отношение к музыке, или хотят ей заниматься, кажется, что «О, я сейчас сделаю это все легко и просто». И начинают что-то такое делать. Причем и у нас, и в других странах. И некоторые даже выпускают альбомы. Потому что альбомы выпускаются часто не из-за того, что там музыка хорошая, а из-за того, что что-то новое, что-то необычное, что-то такое диковатое. И продюсеры думают, а вот вдруг эта штука выстрелит. И выходят эти пластинки, которые слушать невозможно просто. Ну, потому что трешак полный. Трешак не в смысле треш-метал, а в смысле просто мусор. Ну, я уже не говорил о том, что в интернете творится достаточно войти, посмотреть там всякие списки электронных групп и отечественных, и неотечественных, и начать их слушать. Там какой-то кошмар, безвкусица, хаос, не музыкально, все некрасиво. И зачастую еще содрано с того, кто с кого-то это содрал, который тоже с кого-то это содрал. И, в свою очередь, содрал с какого-нибудь американского или немецкого композитора, про которого все давно забыли. Ну, на самом деле, палка о двух концах. Потому что очень много и хорошей музыки электронной. Тоже откровение, да, я такое говорю. А с другой стороны, из-за того, что все постоянно обновляется, все постоянно меняется, пластинки электронной музыки, которые являются шедеврами, действительно. А это, на мой взгляд, шедевр подлинный. Они как-то уходят в тень, забываются, потому что идет волна нового, волна нового, волна нового. Идет быстрее, чем в традиционном роке, чем в любой другой области музыки. Ну, опять-таки, все обновление технологий ведет к тому, что появляется очень много новых проектов, так называемых. Люди уже не пишут песни, а пишут треки, что меня бесит совершенно, выбешивает просто. Я записал новый трек. Ты иди ты в жопу, ты песню напиши нормальную, а потом уже трек он записал. Трек — это то, что слушать невозможно. Можно слушать песню, музыкальное произведение какое-то, полотно, сиуиту, сонату, там, я не знаю, чтобы трек слушать. Слушайте сами ваши треки, подонки! Мерзавцы и бездари. Так вот, здесь никаких треков нет. Здесь есть очень хорошая музыка, очень хорошие сюиты, и пластинка концептуальна в своем роде. Концептуальна не... Это не значит, что она сложная. Концептуальна — это значит, что она связана одной общей идеей. Это такой сержант Пеппер от электронной музыки, можно так сказать. И мне очень жаль, что группа The Future Sound of London как-то действительно забывается. Брайан Ино сказал в свое время, где-то в конце 80-х, по-моему, он сказал, что в смысле звука ничего нового придумать уже человечество не в силах, что все звуки уже придуманы. И Брайан Ино был глубоко неправ, несмотря на бесконечное мое к нему уважение, и несмотря на то, что я люблю очень его работы, его пластинки, его... не знаю, как сказать, концерты, его мысли, его идеи. Он был неправ, потому что все развивается, и звуки новые тоже появляются. А самое главное даже не в том, что новые звуки появляются, а в том, как их собрать вместе. Вообще, я, конечно, больше люблю музыку, которая сыграна руками, но музыка, которая сыграна на компьютерах, она тоже бывает интересной. Потому что музыка – это что такое? Это звук. А если нам нравится этот звук, мы получаем от него удовольствие, то почему бы его и не слушать? Так вот, Future Sound of London, у них очень много, конечно, их называли конструкторами вообще музыкальными, потому что они сэмплировали все время, сэмплировали, использовали сэмплы. Например, в этом альбоме сэмплы Вангелеса, сэмплы из группы Озрик Тентаклс, которые играют руками, кстати, вся электронную музыку, настоящую электронную музыку, рок с игранной руками. И еще куча, куча, я не помню уже откуда они брали сэмплы, здесь все написано, мне лень читать. Но это такая музыкальная маленькая вселенная, вот эта штука, когда начинаешь ее слушать, так в нее погружаешься, в эти мертвые города. Два парня всего, группа состоит из двух человек, живущих в Манчестере, в каком-то подвале у них была студия, они сидели, выпускали альбомы. Кстати, первые два альбома мне у них не нравится, потому что они такой, какой-то такой традиционный эмбиент, красивые, но как-то не зацепили. А вот Dead Cities они делали два года, он вышел в девяносто шестом году, и он, конечно, потрясающий, несмотря на все, на все то, что сэмплы, что использованы гитарные фразы, там, из других групп, из Ozark Tentacles, в частности. Но как это все собрано, как это все сделано, как, помимо того, что сэмплировано, как там много наиграно руками, Макс Рихтер, здесь композитор, принимает участие, которому посвящена песня даже под названием Макс на второй стороне. Она такая тоже эмбиентная, вроде бы, но она очень мелодичная. Вообще, группа очень музыкальная. Чем она отличается от массы, от массы электронных групп, она очень музыкальная. Здесь в каждом, в каждой пьесе есть конкретные музыкальные, не то чтобы фразы, а построения с началом, с развитием, с кульминацией, с финалом, то есть все сделано по классике, все очень здорово. Хотя и звуки бьющегося стекла, и металл, и последняя вещь вообще индастриал, чистый. First death in the family. Первая смерть в семье. Это последняя вещь на четвертой стороне двойного альбома. Чистый индастриал, вообще бескомпромиссный. Но все остальное — это удивительно красивая музыка. Хэт Киллин — первая вещь. Сразу погружение в эти самые мертвые города. Сразу понимаешь, что ты слушаешь. Ты слушаешь про мертвые города. Тяжелые шаги, удары, страшные барабаны, дыхание искаженное, закрученное, которое не слушается, как дыхание. И все это в мелодике. Все это в ноты вложено. Все это очень так прямо затягивает. Понимаешь, что ты понимаешь, что ты слушаешь музыку. Сразу не какие-нибудь там что-то. Dead City — следующая вещь. Эта вещь — это уже развернутое такое повествование о мертвых городах. Идешь по мертвому городу, слышишь разные звуки вокруг, но при этом идет музыкальная тема. Все время следуешь за этой музыкальной темой. Все это в пространстве, все это в реверберации, все это объемно. Невероятный звук просто, который прижимает и растворяешься в нем. Просто красота невероятная. Her face forms in summertime. Несколько минут отдыха, расслабление. Лирическая пьеса с женским бокалом Мэри Хопкин. Прекрасным, совершенно высоким, чистым, удивительным. И единственный сингл на этой пластинке — We Have Explosive. Сингл, который разошелся отдельным, так сказать, отдельным материалом, обвел свое существование и звучал на всех дискотеках, я думаю. Потому что абсолютно мрачная, жесткая, роковая, танцевальная песня, такая приближающаяся к техно, но в техно не ушедшая. Ну, такая же моторная и, в общем, хочется двигаться под нее. Другое дело, весело или под нее двигаться — это большой вопрос. Ну, я думаю, что люди по-разному к ней относятся. Вторая сторона тоже начинается сначала достаточно кошмарно, а потом становится лирической, мелодичной, приятной и интересной. А, кстати, тут на первой стороне еще очень хорошая история в Dead Cities, когда искаженные... Я не знаю, на чем они это сделали, но как будто контрабас, но не контрабас. И такие шагающие партии у него, этого страшного псевдоконтрабаса закрученного. Удивительная штука. «My Kingdom», «Мое королевство», великолепно мрачное, разрушенный город после... после катастрофы, можно сказать так. Вот, собственно говоря, обложка об этом и говорит. Пьеса под названием «Макс». Я про нее говорил. Макс Рихтер играет. «Антиква той». Страшненькая вещь. Она, с одной стороны, веселенькая такая, антиква той. Но это игрушки, сделанные непонятно из чего, которыми играют явно какие-то мертвые дети. Уже такое ощущение. Не побоюсь я этого выражения, этого образа. Но этот образ в чистом виде здесь рисуется. Хотя, на первый взгляд, такая мажорненькая какая-то такая фраза. Ну, следующая, третья сторона начинается красиво. Красиво. Вместе с тем страшно. Такая вся музыка. Вся музыка The Future Sound of London на этом альбоме, она такая. Яги. Это открывается четвертая сторона с вокалом, с хором, с синтезаторными аккордами и уходит в путешествие по мертвому городу какого-то уже невероятного существа, мимо которого пролетают то ли пули, то ли осколки горящих зданий, то ли какие-то уже птицы-мутанты с невероятными несуществующими в природе голосами. Вот они так летят. Но все не перегружено, все чрезвычайно музыкально. Все симфоническая музыка настоящая. Настолько все выверено, настолько все точно, настолько ничего не душит, не ломает, не надоедает. Бесконечное просто удовольствие от этого альбома. И я всем советую его послушать. И не забывать о музыке 90-х, в которой создавались такие удивительные произведения. Хотя флагманами индустрии, конечно, электронные были немцы в ту пору. Там Tangerine Dream, Клаус Шульц и другие артисты. Но англичане тоже дали джазу настоящего. Dead City's The Future Sound of London. Всем советую. Музыка звучит абсолютно современно, несмотря на то, что столько лет уже прошло, и компьютеры изменились, и программы уже другие. Абсолютно современное звучание. По-хорошему комфортное. И по-хорошему интеллектуально насыщенное. После этого хочется отправиться пить. Больше делать нечего. Пока.